Добрый день. Во-первых, силами ГИБДД делается многое, и это делается не именно тогда, когда случилась эта ситуация, она намного заблаговременна, была эта проблема нам очевидна, что это случится когда-то рано или поздно, и уже с 2011 года нами предпринимались меры для того, чтобы не допустить образования вот такой вот аварийной ситуации. Ну, во-первых, данная ситуация с неработающим светофором произошла 17 ноября. С данного дня этот светофор, этот перекресток является у нас нерегулируемым в том плане, что организация дорожного движения осуществляется посредством проезда перекрестка в рамках соблюдения дорожных знаков. Он нерегулируется светофорным объектом, так как он неисправен до настоящего времени. Естественно, этот факт был зафиксирован инспекторами дорожного подводной службы. На данном перекрестке сразу же возникло ДТП с 17-го числа. Благо, это ДТП у нас является неучетным, а именно в нем не пострадали люди, получили ущерб, ну, скажем так, транспортные средства, выпущенный ущерб материальный, люди там не пострадали. Естественно, никто не погиб. Поэтому она на контроле и 17-го числа нам, нами был принят, скажем так, комплекс мер, конкретно и подробно про него расскажет непосредственно госинспектор дорожного надзора. Хочу еще также довести до жителей Кингисеппы и Кингисеппского района о том, что все то, что вы видите, да, это вот содержание ручной дорожной, строительство, знаки, разметки, светофоры в госавтоинспекции. Имеется служба, которая контролирует соблюдение действующего законодательства в части обеспечения дорожного движения. Это будь то неисправное освещение, отсутствие разметки, отсутствие знаков, неработающие светофоры и много-много и другое. Поэтому конкретно в госавтоинспекции в отделе по Кингисеппскому району присутствуют два госинспектора, госинспектор и старший госинспектор. Старший госинспектор здесь присутствует, который может конкретно прояснить по этой ситуации более подробно и детально, что предпринято отделом ГИБДД по Кингисеппскому району для того, чтобы данное неудобство максимально локализовать и принять все исчерпывающие меры, вплоть до административной ответственности, в рамках которой будут приняты решения о виновности либо невиновности лиц, ответственных за содержание светофорного объекта. Илья Владимирович, вот можно дать, он прокомментирует. Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, что делается, какие ведутся мероприятия по этому поводу? По факту работы светофорного объекта выдана предписание юридическому лицу службы заказчика с требованием восстановить работу светофорного объекта на пересечении проломации улицы Дорожников. Ввиду того, что там долгие мероприятия нужно прохладить, то есть разгорел блок управления на светофорном объекте, сейчас закупаются нужные средства и будет восстановлено работа светофорного объекта в ближайшее время. Служба заказчика направила ходотайство, продление срока исполнения предписания. По данному факту сейчас проводится проверка и принимаются решения дальнейшие. Ну, а администрацию уже неоднократно направлялись к нам предложения о модернизации конкретного светофорного объекта. И модернизация должна была по долгосрочной цельевой программе на 11-14 год еще в 11-м году произойти. В этом году, в январе месяце мы направляли предложение, в котором также указывалась модернизация этого светофорного объекта. Ну, пока вот так. Сроки приблизительные. Когда есть вероятность, что он все-таки заработает? Есть такая информация? По информации, сегодня должны привести блок той организации, которая осуществляет обслуживание светофорных объектов на территории города Кингисеппо. И завтра, вполне возможно, что уже его установят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова